Сегодня у нас 10 октября 2019 года. Будем мы в сегодняшнем вебинаре обсуждать ультразвуковые методики в косметологии. Для чего они нужны? Какие нюансы применения существуют? Какие можно использовать протоколы процедур? Какой домашний уход оптимально подбирать, например, пациентам в межпроцедурном периоде и уже постпроцедурном, когда закончен курс или были проведены какие-то эпизодические процедуры. И, собственно, для того, чтобы нам разобраться вообще, что может ультразвук в косметологии, одна из самых популярных методик. Естественно, в конце обязательно я скажу про противопоказания, напомню. Хотя кто был у нас уже на всяких вебинарах, мероприятиях по аппаратным методикам, мы это из мероприятия в мероприятие повторяем каждый раз. Вот, и уже все, наверное, прекрасно знаете, кому что можно, а кому нельзя. Но начнем мы с показаний, что, собственно, у пациента какие проблемы могут быть, которые мы можем решать с помощью применения ультразвуковых методик. Ну, в первую очередь, самый такой распространенный момент – это гиперкератоз, то есть повышенное роговение эпидермиса. Это может быть как у молодых, так и у возрастных пациентов. У возрастных, к сожалению, чаще, потому что эпидермис обновляется более медленно, уже после 35-40 лет и ближе к лимактерию. Поэтому, конечно, у женщин, да, но мужчин тоже, но мужчинам это реже надобится, вот, по крайней мере, на территорию нашей страны как-то еще уход за собой мужчины не настолько переняли, как, например, где-то за границей. Но я могу сказать, что методики эти, конечно же, универсальны и по половому признаку не различаются. Гиперкератоз мы убираем при помощи ультразвукового пилинга. Вот, я буду подробно потом о каждой методике говорить. Ну, в общих словах, да, ультразвуковой пилинг – это методика аппаратной чистки, которая направлена на то, чтобы убрать излишнее количество мертвых кератиноцитов, роговых чешуек с поверхности эпидермиса. Ультразвуковой пилинг, конечно же, не предназначен для удаления воспалительных элементов, для экстракции комедонов, либо пустулезных каких-то воспалительных элементов, а только для того, чтобы равномерно и хорошо, качественно убрать избыток роговых чешуек с поверхности кожи. Ультразвуковой пилинг, конечно же, может применяться и как самостоятельная процедура, когда вокруг нее, как говорится, строится протокол, например, от травматичной чистки, и может использоваться, естественно, как этап любой процедуры, например, фореза какого-то, да, когда мы вводим какие-то активные компоненты потом при помощи другой какой-то методики, либо используем ультразвука, либо другого физического фактора, электрического тока, низкоэнергетического лазера, неважно, для подготовки кожи. То есть ультразвуковой пилинг может использоваться как предуход для того, чтобы убрать, опять-таки, избыточное количество роговых чешуек, для того, чтобы у нас компоненты, которые мы потом будем наносить, лучше пенетрировали в ткани, и лицо выглядело более гладким, более таким ухоженным, потому что, естественно, тусклый цвет, который дают зачастую кожу с гиперкератозом, он никому эстетически не нравится. Значит, что еще можно делать, да, рубцовые изменения, например, тоже хорошо, достаточно, неплохо поддаются ультразвуковому воздействию. Конечно, не всякие рубцы, и понятно, что какие-то давнишние рубцы, особенно гипотрофические, ну, ультразвук никак на них, конечно, не повлияет, а более-менее свежие рубцы и гипертрофические, то есть выступающие над кожей, они довольно-таки хорошо редуцируются, может быть, не до конца, конечно, зависит от глубины рубца, от его объема, от свойств индивидуальных образований коллагена и эластина, например, структурных белков кожи, то есть много есть факторов всяких, но форез, например, с контрактубиксом на рубцы или просто ультразвуковое воздействие, так называемая ультразвуковая терапия, это один из методов, при помощи которых работают с недавно возникшими рубцами. Постакны, да, постакны, то есть какие-то застойные пятна, которые возникли на месте воспалительных элементов, тоже являются показанием к использованию ультразвука, потому что ультразвук обладает разволокняющим, таким рассасывающим действием, активизирует метаболические процессы в клетках кожи, поэтому мы можем при помощи ультразвука, то есть сам ультразвук по себе будет терапевтическим действием обладать, и, например, если мы будем вводить какие-то компоненты активные из гелий, которые тоже обладают, например, рассасывающим действием, как раз мы усилим вот этот эффект. Соответственно, постакны, какие методики при постакне используются? Это ультразвуковый пилинг, чтобы убрать гиперкератоз, чтобы быстрее разрешались вот эти вот застойные пятна, чтобы быстрее кожа обновлялась, и уходил, например, пигмент, который там может быть на местах бывших воспалений, и можно делать форезы с компонентами, которые обладают рассасывающим действием, активизируют микроциркуляцию и так далее и тому подобное. То есть лучший вариант такой оптимальный из средств гельтек, если выбирать, это гель пектиновый и гель тонизирующий. Оба эти средства содержат соль рапан, то есть это соль озера Островного, которая обладает хорошим дренирующим действием, рассасывающим действием, стимулирующим, противовспалительным. И если мы будем делать курс процедур, например, ультрафонофореза с этими препаратами, то будет достаточно хороший эффект как раз в отношении застойных пятен, например. Возрастные изменения, которые, собственно, могут выражаться как в каких-то изменениях морщины, птос, деформационный тип старения, мелкоморщинистый или комбинированный. Все это ведет к тому, что эти признаки старения уже становятся видны. Нам хочется как можно больше отсрочить это время, чтобы кожа выглядела молодой. Опять-таки фотостарение тоже очень сильно влияет на кожу. И первые признаки старения, которые появляются, не устают повторять, они вызваны нашим любимым солнышком, если от него не защищаться адекватно. А защищаться мы можем двумя способами. Во-первых, барьерным, то есть когда мы наносим средства с СПФ-защитой, то есть с ультрафиолетовыми фильтрами на коже. А второе, это когда мы изнутри, либо антиоксиданты какие-то у нас в косметических средствах находятся, ну и в то же время и в пище тоже должны быть в некотором роде определенные вещи, которые будут способствовать повышению устойчивости кожи к действию ультрафиолета. И, допустим, средства, которые будут защищать кожу, в том числе не как ультрафиолетовый фильтр, а как, можно сказать, заместительная терапия, восстанавливающая, как корнотерапия, восстанавливающая гидролепидный барьер на защитной. Тоже кожа будет более устойчива к ультрафиолетовым лучам. Но если у нас есть уже какие-то возрастные изменения, начали появляться, то мы тоже можем использовать ультразвук для того, чтобы внедрять активные компоненты, те же самые антиоксиданты, витамины, пептиды, мерилоксанты, например, хотя они и без ультразвуковых и других всяких аппаратных методик достаточно неплохо внедряются в глубокие слои кожи, но усилить, как говорится, действие можно. И препараты, собственно, которые дают лифтинг эффект, такие как Дмайя, например, у нас Дмайя содержится в антикуперозном геле. Также можно, естественно, если какие-то, допустим, проблемы, с уровнем влажности, то есть кожа обезвоженная, то можем, конечно же, делать форез. Самый такой золотой стандарт форезов – это форезы с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, то есть гель-концентрат наш любимый с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Это, наверное, самый универсальный препарат для коррекции каких-то взрослых изменений, обезвоженностей и так далее и тому подобное. Тем более, что низкомолекулярная гиалуроновая кислота, она еще имеет различные побочные бонусы в виде, например, сужения пор, в виде стимулирующего воздействия на фибробласты, если ее, как говорится, внедрить на уровень дермы, поэтому это, наверное, такой самый-самый лучший вариант для аппаратных форетических методик иметь в кабинете. Если же у нас проблема с сосудами, то есть это купероз, это может быть эритоматозная стадия розация, ну и нейритоматозная тоже уже более какие-то запущенные варианты, то можно делать форезы с венотониками или вазопротекторами, по-другому они называются. То есть это те вещества, которые укрепляют, стимулируют стенки сосудов и улучшают тем самым реологию крови, улучшают микроциркуляцию, опять-таки восстанавливают цвет лица и так далее. То есть можно не иметь куперозу, но иметь тусклый цвет лица, атоничную кожу или кожу курильщика так называемой, с такой симптомокомплекс. И таким образом можно воздействовать на сосуды, улучшая цвет лица и тонизируя те сосуды, которые еще способны воспринимать какие-то на них воздействия, потому что, например, телеангиэктазии, естественно, мы не можем путем внедрения венотоников убрать, потому что телеангиэктазия – это фактически поврежденный навсегда сосуд, то есть это лопнувший воздушный шарик, как я люблю аналогию приводить. И, к сожалению, он не сужается сам по себе, как правило, и таким образом мы ничем не поможем, если есть телеангиэктазии, их нужно убрать механическим путем. Для этого существуют лазеры высокоэнергетические, есть аппарат сургитрона, радиоволновая петля, то есть мы волосковым электродиком, точнее, убираем их, если они маленькие. Но никакими поверхностными средствами для ухода за кожей, пусть они даже самые-самые мощные венотоники, как наш антикуперозный гель, содержат, никакими методиками аппаратными, уходовыми, физиотерапевтическими, не уберутся телеангиэктазии, не надо себя и пациентов, как говорится, вводить в заблуждение и какие-то завышенные ожидания формировать. Надо понимать, что телеангиэктазии мы убираем как косметический дефект, а уже с оставшимися сосудами мы работаем с той целью, чтобы как раз осуществить профилактику появления новых телеангиэктазии, чтобы не было покраснений, чтобы не было расширенных сосудов и так далее. И, кстати, например, очень важно, что ультразвук – это та методика, которую можно использовать при куперозе, в отличие от методик, связанных с электрическим током. Потому что если у пациента купероз, даже если на антикуперозном каком-то препарате написано, что его можно вводить гальваникой, то это не значит, что его можно вводить больному с куперозом или сразаться. Потому что имеется в виду, что этот антикуперозный препарат может использоваться с какими-то другими целями, например, как раз для коррекции такого состояния кожи, как тусклое и тоничное за счет нарушения микроциркуляции кожи курильщика. Тогда мы действительно можем любой методикой вводить их. Но если у пациента купероз, то электрические методики, электрометодики, такие как гальванический форез, то есть ионофорез или электропорация, они у нас как бы табу, под запретом. Поэтому мы можем взять ультразвук как физический фактор, использовать ультрафонофорез, или взять низкоэнергетический лазер и делать лазерную терапию. Таким образом вводить тот же самый антикуперозный гель. Если антикуперозный гель вызывает бурную реакцию кожи в виде, например, покраснений каких-то, и они не проходят быстро, потому что быстро проходящее покраснение, в принципе, это допустимая норма, потому что в антикуперозном геле нашем, где-то у меня тут, мне кажется, был, в нем содержится никотиновая кислота, то есть витамин ПП. И она действительно, например, в какой-то большой, если концентрация была бы, она бы у всех подряд вызывала бы покраснение. Но так как здесь дозировка очень-очень маленькая, именно для того, чтобы стимулирующее действие она могла оказывать на сосуды, а не расширить их сразу, то процент людей, которые реагируют не очень адекватно на антикуперозный гель, он невелик, но они есть, потому что повышенная чувствительность к никотину и кислоте, она существует. И поэтому, например, когда мы вводим антикуперозный гель, прежде чем делать полноценную процедуру, желательно, конечно, с этим пациентом провести хотя бы две аллергопробы, дать ему какое-то небольшое количество или маленький вот этот тюбик домой, который по 5 мл, и пусть он там попробует несколько раз, просто как топический препарат наносить, если все хорошо, нет стойких покраснений, то можно его уже применять для глубокого внедрения при помощи ультразвука. А если же, допустим, реакция сильная кожи, то мы тогда можем заменить его на более мягкие венотоники, которые содержатся, например, в наших препаратах, таких как гель для сухой и нормальной кожи Нео и лосьон-концентрат Нео. То есть вот эти вот два препарата, один жидкий, другой гель, вот лосьон у нас жидкий, гель, естественно, более густой, их можно тоже вводить при нарушениях микроциркуляции, при куперозе, при розация, и они, естественно, не так мощно действуют, как именно сосудоукрепляющие компоненты, атомарника и плющ, например, сосудоукрепляющим выраженным действием обладают, конечно, не так сильно, как никотиновая кислота или троксирутины, конский каштан, листья красного винограда, которые в антикуперозном геле есть, но тоже достаточно неплохо оживляют цвет лица и укрепляют сосуды постепенно, поэтому можно, в принципе, использовать их, ну, также и в домашнем уходе. Все препараты гельтек можно использовать прекрасно в домашнем уходе, по показаниям, в зависимости от того, какая проблема ее нужно решить, мы подбираем препараты с соответствующим этой проблеме составом. Обезвоженность кожи, это я уже упоминала, обезвоженность кожи всегда важен очень для нас уровень увлажненности, потому что кожа, которая теряет влагу, она плохо регенерирует, она плохо выглядит, она покрывается морщинами, она шелушится, ее стягивает, и, в общем, ничего хорошего и приятного. Поэтому обезвоженность мы должны корректировать, так как мы не живем в идеальных условиях прекрасной атмосферной влажности, и на нас постоянно воздействуют какие-то агрессивные факторы, такие как, например, кондиционеры, или отопительные приборы, или перепады температур в нашем климате, например, в средней полосе. И поэтому здесь важно корректировать эту проблему, если она возникла. Она практически у каждого второго, наверное, есть. Естественно, чем старше, тем хуже, потому что в молодом возрасте собственная гиалуроновая кислота, вообще уровень увлажненности поддерживается, компенсируется значительно быстрее, чем уже, как говорится, у людей, которые перевалили свой 30-35-летний рубеж и так далее. Обезвоженность, конечно, лучше всего корректируется препаратами низкой ультрамолекулярной гиалуроновой кислоты, но если ультрамолекулярную гиалуроновую кислоту, как вот у нас в сыворотке интенсив омоложения, или в сыворотке 3D увлажнения присутствует, можно использовать без аппаратных методик спокойно, она очень маленький размер имеет и проникает очень глубоко, преодолевает эпидермальный барьер, то, например, золотой стандарт, как я уже говорила, коррекция обезвоженности при помощи аппаратных методик, это низкомолекулярный гель-концентрат с 2% низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. И вот его как раз мы будем вводить различными форетическими методами. И один из них – это ультрафонофорез. Соответственно, если это лазер будет низкоэнергетический, то процедура будет называться лазерная биоревитализация. Если электропорация, то значит это будет электропорация гиалуроновой кислоты низкомолекулярной, или аквафорез еще иногда называют. То есть это все методики эти направлены на то, чтобы помочь низкомолекулярной гиалуроновой кислоте преодолеть эпидермальный барьер, внедриться как можно глубже, то есть на глубокие слои эпидермиса, на уровень базальной мембраны, при взормистой слое эпидермиса, или проникнуть еще глубже, то есть в дерму, где она может простимулировать даже выработку собственной гиалуроновой кислоты. Естественно, в дерму она будет проникать по путям наименьшего сопротивления, через выводные протоки сальных потовых желез, волосыные фолликулы, но в достаточном вполне себе количестве. Естественно, нужно учитывать то, что если мы делаем форезы какие-то, то есть мы фактически открываем, увеличиваем окно проводимости кожи при помощи этих физических факторов, то не сразу оно, можно так сказать, закрывается. Поэтому испарение влаги, трансэпидермальная потеря влаги, она считается, что в течение 2-3 дней после проведенного любого фореза, она увеличена. Поэтому, чтобы нам, как говорится, не потерять все то, что мы с таким трудом ввели, нам нужно защитить кожу от той самой трансэпидермальной потери влаги. Для этого мы можем, ну, самое простое, это, конечно, какой-либо гель или крем с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой или другими компонентами влагоудерживающими, такими как хитозан, например, или фукогель, пиосахаридная смола, использовать сразу после процедуры и потом в домашнем уходе. Либо мы можем еще больше усилить, как говорится, пролонгировать наше воздействие использованием как раз сывороток интенсивомоложения или 3D-увлажнения, которые содержат маломолекулярные активные формы гиалуронки. То есть это ультрамолекулярная гиалуроновая кислота, в частности, да, а в 3D, например, все три вида есть. И мы можем как раз утром и вечером после очищения, тонизации наносить такую сыворотку и потом закрывать уже увлажняющим кремом. Ну, днем, конечно же, он должен хотя бы небольшой СПФ содержать, поэтому идеально подходит наш увлажняющий крем, который с СПФ-10, легкий такой эмульсионной текстуры. Ну, наверное, вы все его, скорее всего, знаете и уже не раз пробовали. И можно использовать гелевые какие-то средства. Например, гель увлажняющий плюс, очень хороший с этой целью, да, хорошо его использовать. Он содержит компонент фукогель, еще дополнительно к высокомолекулярной гиалуроновой кислоте и соку алоэвера. Этот фукогель, то есть бисахаридная смола, он, помимо того, что хорошо удерживает влагу, он является пребиотиком, то есть нормализует условия для жизни нормальной нашей микрофлоры, поддерживает наш микробиом, а, соответственно, если у нас микрофлора нормальная живет припеваючи, то патогенная гибнет и становится ее меньше, что, собственно, нам и надо. Поэтому при коррекции обезвоженности не забываем, что первые хотя бы 2-3 дня лучше постоянно, естественно, использовать средства, которые удерживают влагу или, наоборот, даже с активной формой гиалуроновой кислоты, чтобы дополнить наше воздействие еще дополнительным внедрением определенного количества этих компонентов. Что еще мы можем делать? Если отечность и пастозность у пациента, то есть какая-то склонность к отекам, имеется в виду, конечно, функциональные какие-то отеки, а не картина, допустим, острой почечной недостаточности или правжелудочковой какой-нибудь проблемой с сердцем, если тоже, то понятно, что есть какая-то внутренняя патология, то надо идти к специалисту и решать. А если просто склонность такая, есть такие тяжелые пастозные лица, и стоит лишние пару чашек чая на ночь выпить, и с утра вообще, как говорится, щеки лежат на плечах, то тогда, конечно, можно противоотечные препараты вводить, можно использовать, естественно, в домашнем уходе. И в данной ситуации оптимально будет использование форезов с гелем для кожи вокруг глаз, причем, что характерно, его можно использовать не только вокруг глаз, но и на все лицо и шею. Естественно, когда работаем с шеей, мы помним, что область щитовидной железы – это для нас табу. Мы никогда аппаратными никакими воздействиями на эту область не влияем. Значит, что мы можем взять для фореза при отеках, таких не патологических, да? Гель для кожи вокруг глаз, в него входит пептид айсерил, который обладает противоотечным действием, улучшает микроциркуляцию, в частности в этой области, если есть темные круги, они становятся менее выражены, если легкая какая-то пигментация тоже есть в этой зоне, тоже будет менее выражена, потому что там еще солодкая петрушка и одуванчик в виде экстрактов. Они обладают отбеливающим легким действием. Можно вводить гель пектиновый, который за счет соли рапан в составе, да, и гель тонизирующий обладает очень хорошим дренажным действием, то есть будет лимфодренаж осуществляться. И, соответственно, в тонизирующем геле у нас еще есть комплекс витаминов А, С, Е, помимо высокомолекулярной гиалуроновой кислоты и соли рапан, а в пектиновом геле, собственно, сам цитрусовый пектин, который обладает легким осветляющим действием, тоже будет работать не только за счет соли рапан, да, дренажить, осуществлять лимфодренаж, а будет еще и легкое осветление давать. Его можно круглогодично использовать, в этом он и хороший этим, да, в отличие от других отбеливающих средств. Конечно, он не отбелит дермальную пигментацию, он не так сильно отбеливает эпидермальную, но кожа становится ровнее тоном и немножечко светлее, если он используется, например, курсом или в домашнем уходе продолжаете его использовать. И сам цитрусовый пектин, имея PH 3,5, то есть кислый PH, хорошо нормализует, опять-таки, нормальную микрофлору поддерживает, патогенную у нас любят щелочной паж, и поэтому гель пектиновый очень хорош, если кожа склонна к воспалениям. Ну и последнее показание, которое я выделила, так сказать, в этом списке, это чувствительная кожа. Для чувствительной кожи мы берем те средства, в которых в составе есть, например, сок алоэ вера, или, допустим, какие-то еще противоспалительные компоненты, типа ромашки и календулы. Вот, и, например, форез сыворотки 3D-увлажнения, это очень хороший вариант. Форез с гелями дозрелой кожи формула 1, где 2% алоэ, и, собственно, можно, в принципе, вводить в причастительной кожи и увлажняющий гель плюс, то есть все то, что будет успокаивать. Вот, это что я хотела сказать про показания. Теперь, собственно, про сами параметры расскажу. Если у вас какие-то появляются вопросы, не стесняйтесь их задавать, не молчите, я с удовольствием на них отвечу. Если каких-то вопросов нет, нет по поводу показаний, все мы более-менее так подробно разобрали, то можно перейти, собственно, к самим параметрам утрозвука. Очень много существует таких мифических информационных посылов, я бы сказала, когда продавцы аппаратов, особенно такого уровня домашнего использования, но иной раз и не только домашнего, не совсем верно трактуют параметры ультразвука и способы его использования, с целью продать аппарат невежественному человеку, который физику подзабыл или вообще не учил. И тогда можно, конечно, такому человеку навешать кучу лапши и сказать, что лопаткой-скрабером можно еще и вводить препараты, например. Но мы с вами, по крайней мере, те люди, которые с нами давно, уже, естественно, знают, и многие знают это не только из, так сказать, вебинаров, которые проводит компания Гильтек в моем лице и в лице моих коллег, но и, естественно, читая специализированную литературу по физиотерапии, по аппаратной косметологии и не слушая басни продавцов, скажем так. Что умеет ультразвук? Ультразвук, естественно, может проникнуть в ткани, но для этого нужно соблюсти определенные условия, для того, чтобы туда вглубь этих тканей попал. Кроме того, ультразвук может при контакте с, например, влажной средой давать эффект кавитации и тем самым обладать некоторым разрушающим действием. Так вот, это зависит от мощности, понятно, да? Но даже при одинаковой мощности будут разные параметры частоты. Частота, собственно, это так, вот тут вопрос. Вопрос поступил, сколько надо делать ультразвуковой очисткой для улучшения кожи? Ну, ультразвуковая очистка – это такая периодическая процедура, ее можно достаточно регулярно делать, но, как правило, при совсем уже запущенных каких-то случаях она делается раз в неделю или раз в две недели, а потом можно уже повторять ее как дополнение к уходу, например, раз в месяц. То есть, это как раз не курсовая процедура, а процедура эпизодическая по мере надобности. То есть, есть выраженный гиперкератоз, тогда, собственно, делаем. Если нет гиперкератоза, то тогда, может быть, нам достаточно легких пилингующих веществ, которые мы используем дома, например, энзимный пилинг, энзимную пиктивную маску, и вообще не будет кожа нуждаться в ультразвуковом пилинге, например, по крайней мере, частом. А с микротоками, микротоки, они вообще не связаны с ультразвуком, потому что это электрический ток, это тема совсем другого, как говорится, допустим, вебинара или мероприятия. Но микротоковая терапия это как раз чистая классическая физиотерапия и периодичность курса. Это 10 процедур, золотой стандарт. Золотой стандарт – это 10 процедур ежедневных или через день, если есть такая возможность. Конечно, если такой возможности нет, чтобы пациент ходил каждый день или через день, то лучше хоть что-то, чем ничего, но оптимально. Можно использовать микротоки, как, допустим, процедуру на выход, но, конечно же, если мы хотим получить накопительный эффект от микротоковой терапии в виде улучшения микроциркуляции и лифтинга, это, конечно, 10 процедур ежедневных или через день. Можно ли проводить пилинг по сухой коже? Ну, я сейчас как раз буду рассказывать об этом, не будем забегать немного вперед. Конечно же, по сухой коже не проводится. Ультразвуковый пилинг нужны специальные для этого средства. И сейчас я вам подробно об этом расскажу. По поводу вопроса, можно ли в один день, я так понимаю, совмещать узопилинг и микротоки, в принципе, можно, но особо нет смысла, потому что микротоки это процедура очень длительная и тоже аппаратная. И подготовить кожу к микротоковой терапии существует масса других способов, не связанных с использованием еще одного аппарата какого-то, чтобы не было перегрузки организма физическими факторами. Физические факторы это что? Ультразвук, электрический ток, лазер низкоэнергетический, высокоэнергетический лазер и так далее. То есть какие-то факторы, которые воздействуют на организм, при этом сочетать, как говорится, нагрузочные факторы, особенно на одну и ту же зону в один день или там совсем близко по времени в физиотерапии не принято. То есть это может вызвать срыв адаптации вместо того, чтобы вызвать реакцию адаптации, то есть стимуляцию каких-то внутренних ресурсов организма. Поэтому, например, перед микротоками я бы рекомендовала подготовить кожу при помощи, например, массажа влажными руками по энзимной пектиновой маске. Это будет такой легкий совершенно пилинг, кожа станет гладкой, лишние керотиноциты мы уберем. Естественно, электрический ток будет проходить лучше и вот таким образом дальше процедура продолжится, например, микротоковой терапией. Если мы делаем, например, ультразвуковой пилинг, там уже мы дальше за ним след делаем либо чистку уже полноценную, например, мануальную, либо, допустим, форез каких-то активных препаратов, потому что форез делается недолго и, в принципе, мы можем уложиться в эти отпущенные нам 15-20 минут, то есть, допустим, минут 5 ультразвуковой пилинг или 7 займет и минут 10, допустим, будем делать форез низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. Но это мы немножечко забежали вперед. Значит, что касается параметров. Ультразвуковой пилинг делается низкочастотным ультразвуком. То, что я начала говорить как раз перед тем, как отвечать на вопросы, это про частоту. Частота – это очень важный параметр, от него зависит глубина проникновения данного физического фактора. Причем это относится не только к ультразвуку, и лазер низкоэнергетический тоже от частоты зависит глубина проникновения. Но применительно к ультразвуку это очень показательно. У нас есть низкая частота, то есть, допустим, скраберы или аппараты для ультразвуковой кавитации, разрушающие адипоциты жировой клетки, они работают на низкой частоте. То есть, чем ниже частота, тем мощнее, чем глубже будет проникать ультразвук. Если же частота высокая, то есть, быстро-быстро импульсы поступают, то у нас глубина проникновения будет меньше. Поэтому, если нам нужно внедрить какие-то препараты активные в кожу, то есть, в ткани, то мы будем использовать высокую частоту, потому что нам глубоко не надо внедрять. То есть, если мы работаем на лице, допустим, в области лба, то вопрос вижу, попозже отвечу, то мы же не будем внедрять препараты в мозг, потому что, например, частота ультразвукового скрабера 24, 26, 27, 28 кГц бывает, это частота, которая подразумевает, если ультразвук проникает в глубь ткани, глубину проникновения до 15 сантиметров. Например, 3 МГц частота это всего лишь 1-3 мм без потери мощности проникает ультразвук, то есть, как раз в дерму, куда нам и надо. Могу сразу сказать, что глубже дермы ни один аппаратный метод форетический не способен протолкнуть активные ингредиенты, как бы нам этого не хотелось. Как нам отличить? Почему же мы берем определенную частоту для определенных воздействий? То есть, если нам нужно сделать ультразвуковый пилинг, значит, нам нужно убрать с поверхности кожи мертвые керотиноциды. Для этого мы делаем следующее. Сейчас вам покажу. Для этого сначала у нас на кожу наносится дезинкрустирующее средство, то есть, это гель аппаратный для дезинкрустации, который используется как средство для холодного распаривания. Его можно, конечно, и без аппаратов использовать как средство для холодного распаривания, но, естественно, для аппаратной чистки, вот к вопросу, как раз, можно ли по сухой коже проводить, конечно же, нет. Это необходимый препарат. И более того, ультразвук вообще не работает с сухой кожей, потому что воздух не проводит ультразвук. То есть, всегда между кожей и ультразвуковой манипулой должно быть какое-то контактное вещество, контактная среда в виде геля или в виде какого-то раствора, потому что воздух будет блокировать полностью ультразвуковые волны, и они никакого своего действия не окажут. Так вот, мы сначала наносим на кожу гель, потом закрываем его пленкой, и пациент лежит у нас 15 минут, соответственно, происходит холодное распаривание. У нас, кстати, есть на ютубе видео, как раз, как делать на пациенте ультразвуковой пилинг. Кому интересно, можно на наш канал зайти, гельтековский, посмотреть подробности. Просто именно этот этап процедуры я решила выложить на канал. Мы процедур мало, конечно, выкладываем, для того, чтобы, например, у некосметологов не было соблазна, допустим, что-то попытаться сделать, и, спасибо, и, как говорится, повторить неправильно, поэтому какие-то сложные процедуры мы не показываем, но процедуры, связанные не с аппаратами, или там вот такой пилинг, который, в общем-то, каждый эстетист знать обязан, как делать, мы выложили, поэтому можно будет посмотреть. Так вот, я вопросы вижу, еще раз, да, я отвечу, сейчас дорасскажу, то, что планировала по поводу ультразвука пилинга, да, то есть, смотрите, мы распаривание осуществляем, да, но сейчас с вапоризаторами уже никто практически не работает, потому что у каждого второго купероз, как правило, это холодное гидрирование или распаривание под пленочкой. После этого мы берем лопатку скрабера и вот здесь как раз и есть разница, да, между низкочастотным ультразвуком, использующимся для пилинга и фонофореза, использующим для внедрения активных веществ. Да, вот по поводу ссылочки, кто из администраторов у нас в чате есть, можно попробовать ее сюда кинуть, да, либо просто вы можете забить поиском даже в ютубе, не обязательно на нашем канале гельтек ультразвуковая чистка и сразу вам буквально там первое же видео и выйдет наше, так что найти несложно. Смотрите, холодное распаривание у нас, как говорится, происходит на лице, 15 минут гель пролежал под пленочкой, мы открываем участками, допустим, лоб открыли от пленки и начинаем чистить скрабером, что при этом делает ультразвук. Ультразвук мощный, частота там 24, 26, до 28, как правило, даже до 30 бывают аппараты килогерц, чем ниже частота, тем глубже проникает ультразвук, но в данном случае он никуда не проникает, потому что чтобы, самая главная особенность, которую многие не знают, чтобы у нас ультразвук попал вглубь кожи, мы должны источник ультразвука расположить строго перпендикулярно поверхности кожи, то есть мы должны фактически, если мы берем, например, манипулу для фонофореза, то она должна быть расположена строго перпендикулярно, то есть не так, не так, а именно перпендикулярно, вот это у меня манипула с небольшим, с небольшой поверхностью, с приостановением площадью, или побольше, стандартно, который все привыкли видеть, то есть мы располагаем под 90 градусов, а вот лопатку скрайбера мы располагаем под 45 градусов, и она сконструирована таким образом, что вы ее не расположите никак под 90 градусов, ультразвук никак не пойдет вглубь кожи, если бы он туда пошел, то действительно, наверное, разрушил бы мозг, и что мы делаем? При таком расположении, мы, допустим, включаем аппарат, ставим время, у нас кнопочка такая, здесь у меня аппараты компании Alviprag чешской, очень удобные, профессиональные, естественно, аппараты, такие портативные, очень удобно реализовано здесь замыкание контура на пьезоэлементе, не нужно голыми руками зажимать металлические, какие-то пластиночки, не нужно одевать браслет пациенту, чтобы его замкнуть, здесь кнопочка. Вопрос хороший поступил, только что, да, я говорила об этом, напомню, чем цифра больше, частоты, тем менее глубоко проникает ультразвук, соответственно, чем частота меньше, да, то есть, килогерц это мало, да, мегагерц это много, вот, тем, соответственно, ультразвук глубже проникает, он мощнее, да, но при этом, когда мы делаем ультразвуковый пилинг, мы не можем расположить эту манипулу перпендикулярно коже, она располагается под 45 градусов, и, вспоминая, опять-таки, физику угла падения, район угла отражения, здесь мы получаем поперечную волну, то есть, ультразвук, он распространяется по поверхности кожи, при этом, отбивая от нее предварительно разрыхленные частички эпидермиса, вместе с загрязнениями, вместе с этим гелем, который мы нанесли, и таким образом, как раз, осуществляется ультразвуковой пилинг, то есть, мы берем, ну, сейчас я, конечно, гель у меня никакой не нанесен, но чуть-чуть водички есть, на руку нанесу, чтобы показать, и вот когда мы, не знаю, может видно, не видно, попробую поближе, когда мы располагаем манипулу под 45 градусов, ну, наверное, может быть, немножко видно, да, такие брызги летят, то вот эта поперечная волна ультразвуковая, она как раз отбивает вот эти мертвые керотиноциды с поверхности кожи, то есть, у нас лежит гель, естественно, на лице, для того, чтобы вот этот эффект кавитации, вот эти образования пузырьков, так называемое холодное кипение, было более выраженным, мы используем еще дезинкрустирующий лосьон, берем его в плошечку, да, берем кисточку, и кисточкой перед манипулой немножечко добавляем вот этого лосьона, чтобы был более выражен эффект кавитации, да, чтобы лучше отшелушивал, как говорится, наш скрабер, эти роговые чешуйки, потому что в гелевой среде ультразвуковая волна немножко затухает, а, соответственно, в жидкой среде она наиболее активно работает, да, ультразвук. Так, вот тут вопрос, что нет картинки, надо попробовать перезагрузиться, наверное, да, потому что если у всех вдруг пропала картинка, тогда это были бы какие-то наши проблемы, а это, видимо, что-то с интернетом у вас, вот, отлично. Значит, то есть, чтобы фоно форес проникал глубже, нужно брать манипулу 1 МГц поверхности 3, да, в общем, это верно, да, но на лице, на лице лучше работать все-таки на той частоте, которая не позволяет проникнуть ультразвуку глубже дермы, условно говоря, потому что если мы будем воздействовать на зубы, на кости, на суставы, в области глазного яблока работать, то будет повреждающее действие, да, может оказываться, поэтому оптимально, конечно, брать для лица аппараты, которые дают 3 МГц частоту ультразвука, медицинские аппараты, которые используются в больницах, которые в основном используют для тела, да, например, вводить нестероидные противоспалительные средства, паравертебрально-прикорешковом синдроме и так далее, они используют уже 1 МГц, чаще всего, да, или 880 КГц, 880 Гц, да, и частоту ультразвука, то есть это та частота, которая уже где-то до 5 сантиметров дает ему проникнуть, то есть для лица лучше 3 МГц, для ультразвукового пилинга это где-то от 24 до 28 кГц, понятно, да, то есть по поводу мощности, сейчас тоже скажу, значит, по поводу Гц мы с вами разобрались, если мы делаем ультразвуковой пилинг, то располагаем манипулу под 45 градусов, да, после предварительного разрыхления эпидермиса дозанкрустантом, и при этом возникает поперечная волна, которая отбивает вот эти разрыхленные частички. Если же мы, если же мы используем фонофорез, то у нас манипула располагается обязательно перпендикулярно коже, перпендикулярно, сейчас было видно, и при этом частота будет высокая, чем выше частота, тем менее глубоко проникает ультразвук. Общее время ультразвукового пилинга, как правило, не превышает 10 минут, а по факту где-то 5-7 минут достаточно, мы как раз в видео на нашем канале, я там все это подробно показываю, когда мы сначала снимаем пленочку, потом убираем, нанеся кисточкой лосьон, дезинкрустирующий поверх геля, первый раз проходимся по одному месту, потом просто наносим дезинкрустирующий лосьон, второй раз проходимся, и третий раз проходимся, достаточно трех раз по одному месту, как правило, мы двигаемся от периферии к центру, то есть удобнее, например, на левую сторону переложить другую руку, скрабер, и, соответственно, обработать другую половину лица, и вот снимаем вот эту пленку, мы постепенно, зонально, то есть не со всего лица сразу, а чтобы пока мы дошли до подбородка, здесь все-таки лежал под пленкой дезинкрустант, и мы не, как говорится, не потеряли разрыхляющий эффект. Что касается фонофореза, там уже мы работаем с различными средствами, которые активные компоненты содержат, и держим они перпендикулярно, внедряем глубоко. Значит, по поводу вопроса мощность, мощность на самом деле нам сильная не нужна, на самом деле при работе на лице максимальная мощность разрешенная это 0,4-0,6 ватт на квадратный сантиметр, и сильная интенсивность ультразвука, она, в общем-то, ни к чему, достаточно вот такой, достаточно небольшой мощности. На разных аппаратах это реализовано по-разному, где-то именно параметр стоит, где-то мы можем интенсивность потенциометром выставить. И, да-да-да, вот по поводу полиэтиленовых пленок, они продаются у всех производителей одноразовой продукции. Вот я, например, покупаю в компании Лореле, есть еще масса других компаний, которые можно найти по интернету, с одноразовой продукцией. И вот эти вот маски-пленки, они продаются в упаковках, там по 50 штук, стоят очень недорого. Ну, кому-то удобнее, например, работать с такими масками, мне лично удобнее. Кто-то привык к обычным рулонам, да, вот туда, то есть есть еще масса магазинов, да, которые территориально доступны, там, собственно, можно их купить. Хорошо, когда есть на маске шея, из этой шеи можно отрезать кусочек и положить, например, на нос, если нос реализован вот так. То есть вот так он как бы не закроет нос. Вот. Значит, дальше едем, да, постоянный или переменный ток. К ультразвуку не относится вообще этот вопрос, да, потому что ультразвук – это звуковые колебания. Там стоит пьезоэлемент в манипуле, да, который генерирует ультразвуковые колебания, то есть там нет никакого тока. А, у гильтека нет, мы не продаем побочную продукцию, потому что мы производитель косметики. Вот. Соответственно, постоянный переменный ток – это уже относится к электрометодикам. Поэтому, если в некоторых комбайнах реализовано несколько функций на манипулах, да, то есть есть ультразвуковой пилинг, есть там, допустим, фонофорез, можно сделать гальваническую дезинкрустацию, можно сделать ионофорез, то тогда уже выставляются параметры тока, да, но это тема немножко другого вебинара, поэтому мы сегодня про ток не будем разговаривать, иначе мы до вечера не разойдемся с вами. Вот. Нам важно уяснить для себя, как правильно использовать тетрозвук сегодня. Вот. Значит, по поводу курса процедур, да, если мы делаем ультразвуковой пилинг, как я уже отвечала на вопрос, делается он эпизодически, но не чаще одного раза в неделю, то есть это процедура, которая делается по мере необходимости. И если мы говорим о фонофорезе, то это процедура, которая оптимально предполагает воздействие курсовое, то есть вводить гиалуроновую кислоту лучше курсом, да, чтобы был накопительный эффект, работать с рубцами лучше курсом и так далее. И средний курс – это 8-12 процедур, или 10 процедур, да, такой, опять-таки, золотой стандарт, который проводится ежедневно или через день. Вот. В качестве экспресс-процедур на выход тоже можно делать, вводить гиалуроновую кислоту, вводить какие-то препараты, например, которые улучшают кровообращение, для сухой нормальной кожи нео, например, или, допустим, антивозрастной гель нео с антиоксидантами, или для чувствительной кожи гель для зрелой кожи нео, или для жирной кожи, например, гель для жирной кожи можно вводить ультразвуком. И эта процедура хороша тем, что она не несет какого-то раздражающего действия, и можно, как говорится, после нее, отправиться на какое-то мероприятие. Вот по поводу работы с рубцами я вначале упоминала, это не гельтековский препарат, а лекарственный препарат гель-контрактубикс, его тоже хорошо вводить ультразвуком, но если рубцы достаточно свежие и не гипотрофические, тогда будет какой-то результат. Конечно, если это впадина, рытвина, и ей уже 20 лет, то ничего не сделайте. Там другие методики работают, чтобы от этого избавляться, и очень от этого избавляться сложно. То есть, если мы сделали вот такой курс из 10, например, процедур, то следующий курс мы делаем не раньше, чем через 2-3 месяца. Раньше смысла нет. Можно делать поддерживающие процедуры, например, раз в месяц. Собственно, тут какие-то вот были вопросы, не совсем связанные с ультразвуком, сейчас я на них верну на всякий случай. Криотерапия форезовая ли это процедура? Нет, криотерапия – это не форез. Компоненты наших гелий, холода, не боятся. Вопрос, какие компоненты боятся холода, потому что у нас все средства вообще проходят тест с замораживанием и не меняют свой свой структуру кардинально. Конечно, если их транспортировать, например, при минус 50, мы, конечно, не несем никакой гарантии, что там, может быть, не совсем такой будет эффект от препаратов. Но это не предполагается. Поэтому зимой транспортные компании доставляют всегда косметическую продукцию, медицинские препараты теплом. Но, в общем-то, при криотерапии компоненты не боятся. Но учитывая то, что это не форез, я бы рекомендовала для криотерапии использовать обычные контактные гели, например, ну, если это для тела, допустим, гель с гидролизатом коллагена и алоэ вера, самый простой, самый недорогой вариант, или вообще, может быть, медиагель контактный, который для УЗИ только не цветной, а бесцветный. Ну, цветной вообще для косметологии как-то использовать не принято. Бесцветный используется потому, что у специалиста может еще в арсенале быть, например, какая-нибудь IPL-система, для которой он может быть нужен, то есть лазер, например, для фотоэпиляции, к примеру, и гель может использоваться как охлаждающий, среда охлаждающая. И, естественно, при диодных каких-то конструкциях лазеров цвет может помешать, изменить длину волны, поэтому всегда косметологи покупают бесцветный гель для именно лазеров. Вот, а для криотерапии лучше, конечно, после процедуры наносить активные средства, например, под обертывание, если речь идет о работе по телу. Что касается не перегружать кожу разными методиками, да, это, я об этом говорила, это верно. Ультразвуковая чистка, она, в принципе, комбинируется с практически любыми методиками, это не перегруз, потому что она делается всего минут пять, воздействие поверхностное, и потом можно что-то делать. Что касается вот первого вопроса, когда комбинация, например, с микротоковой терапией, ну, вреда-то не будет, просто лишний аппарат, лишняя какая-то подготовка, лишнее время на холодное распарение, потому что при ультразвуковом пилинге мы должны выдержать эти 15 минут под пленкой, и потом еще там минут семь проводить саму процедуру, а так как микротоки проводятся минут сорок, то есть достаточно долго, пациенту может просто и спина устать, лежать, да, и самому ему будет не очень комфортно, проще там 10 минут массаж по энзимной маске, смыть это все и начать уже микротоки делать. Это вот, что касается вопросов. Да, про пленки для лица я уже сказала, что вот мы берем в компании Лорелея, это в Москве, да, но они, по-моему, не только в Москве работают и рассылают, как говорится, по регионам, есть, ну вот, коллега поделилась, компания еще Чистови есть, есть еще компания Вантач, есть, ну, масса на самом деле, если забить в Яндексе одноразовую продукцию, то выйдет много производителей, просто есть такие крупные, как Лорелея, которые, да, игрот, кстати, тоже они в Москве на Рязанке находятся, вот, где-то дороже, где-то дешевле, где-то там маски только вот такие без шеи, а где-то шеи, вот мне нравится, когда шеи, можно что-нибудь из этой шеи еще сделать, вот, поэтому это уже, как говорится, на вкус, на цвет, кому что ближе, лучше и дешевле. Смотрите, по поводу протокола, да, по поводу протокола процедур, здесь все достаточно просто, стандартный протокол, очищаем кожу, ну, это имеется в виду протокол какого-то ухода за обезвоженной кожей, за возрастной кожей и так далее, да, когда мы используем фонофорез. Очищаем кожу, то есть, для этого мы можем использовать, например, очищающий гель, здесь я его не взяла показать, да, мне здесь сейчас умывать некого на вебинаре, значит, очищающий гель, все, кто с нами работает, давно уже знают, чем он славен, да, тем, что он не содержит ни одного агрессивного пава поверхностно-активного вещества, у него кокоглюкозит, как моющая основа, он не стягивает кожу, не сушит, не нарушает условия существования микробиома, нормальной микрофлоры, в общем, очень мягкий препарат, очень хорошо, при этом качественно очищает, можно смывать макияж с глаз, с лица, то есть, умыли очищающим гелем, да, дальше можем продолжать процедуру, еще у нас сейчас вышла прекрасная совершенно пенка мус с алоэ вера в домашней серии, вот это я прям рекомендую всем попробовать, очень густая такая, хорошая пена, пахнет совершенно божественно, и вот я реально ее подсела еще на этапы клинических испытаний, и очень ее приятно использовать, не только просто умываться ей, да, можно, например, с утра сделать массаж лимфодренажек по ней, очень удобно, в отличие, например, от гелевых, да, каких-то средств, она хорошо, так приятно катается, скользит по коже, а можно использовать ее для двухэтапного умывания, кто, например, использует гидрофильное масло, а потом пенку, вот, ее не надо взбивать, там ничего, она прямо уже из дозатора выходит такой хороший, вкусно пахнущий, с очень приятной текстурой пеной, называется мусс алоэ вера, новинка, вот, кто не знает, еще не пробовал, посмотрите, у нас вот ток-ток появился на сайте, значит, ну вот едем дальше, очистили лицо, соответственно, после этого мы готовим кожу, вот в данном случае мы можем как ультразвуковой пилинг сделать так и, например, взять наш самый такой, наверное, известный и любимый всеми препарат, это энзимную пектиновую маску и сделать по ней массаж увлажненными руками, можно, конечно, ее использовать и как средство для классического холодного распаривания, то есть положить под пленку, но это в том случае, если прямо очень выражен гиперкератоз, очень забитые поры, надо вот прям хорошо разрыхлить, а если кожа более-менее ухоженная и женщина пришла, например, на коррекцию обезвоженности или антивозрастную какую-то терапию, мы потом собираемся делать какой-то форез, то массажная техника, когда потом предполагается аппарат, это еще один плюс, мы с одной стороны массаж делали, хоть и не достаточно короткий, потому что у всех дезинкрустантов, у всех вот этих легких пилингов максимальное время экспозиции 15 минут, вот за эти 15 минут мы можем вполне себе хороший массажик сделать и продренировать, и повоздействовать на мышцы, и массу всего интересного в зависимости от того, что мы какому пациенту бы сделали, и при этом у нас разрыхляется эпидермис, очищается кожа от избытков роговых чешуек, в общем, мы готовим кожу для того, чтобы что-то активное в нее внедрить. После глубокого очищения этапа мы смываем маску и обязательно тонизируем кожу тоником, чтобы восстановить ПАЖ, выбираем любой, который подходит данному пациенту или который, собственно, по типу кожи, можем, вот сейчас сезон для АХ-тоников, очень люблю наш с АХ-кислотами, 4-процентный комплекс кислот там в составе, сиборегулирующий комплекс тоже в составе, то есть очень приятный тоник, в который входят, наверное, вот все АХ-кислоты, которые в природе существуют. Там есть немножечко салициловой кислоты, но она там не как кератолитик работает, а просто для поддержания, можно сказать, общего состава, для поддержания ПАЖ, но она не вызывает шелушения, то есть это не салициловый пилинг, конечно же, но главное там, конечно, кислоты, там и яблочные, и лимонные, и гликолевые, и глюконовые, и винные, и молочные, то есть все-все в комплексе их 4%, освежающий тоник с АХ-кислотами, вот сейчас самосезон для него. И можно взять, допустим, для очистительной кожи тоник с гидролизатом коллагена, алоэ вера, можно взять для сухой кожи, например, с гиалуроновой кислотой, такой немножко гелевый тоник, но обязательно после очищения, после умывания нужно восстановить ПАЖ и дочистить кожу средством, то бишь тоником, который не содержит поверхностно-активных веществ. И тоже я стала очень часто сталкиваться с тем, что средства продаются, особенно в масс-маркете, которые называются тоник, а по факту это очищающий лосьон, потому что там какие-нибудь ПАВы в составе находятся, поэтому обращайте внимание на этикетки, смотрите, чтобы там не было никаких поверхностно-активных веществ, там может быть не будет таких жестких, как лоретсульфат, но там может быть запросто какой-нибудь полоксомер 184, который, собственно, должен быть в мицеллярной воде, но не должен быть в тонике, например. Дальше, после того, как мы кожу подготовили, мы проводим саму процедуру фонофореза, да, то есть для этого мы наносим гель, например, с гиалуроновой кислотой, либо какой-либо другой, может быть, с пептидом, мерилоксантом, гель с БТА эффектом, наносим на зону, которую собираемся обрабатывать, и 10-15 минут круговыми движениями, то есть пациента, жалко, у меня здесь под рукой нет, но вот приблизительно вот такими, то есть мы обрабатываем всю поверхность кожи равномерно, стараемся держать манипулу под 90 градусов, мы помним, что ультразвук проходит вглубь, только когда под 90 градусов, разволожен источник самого вот этого ультразвука. И если нам, допустим, нужно кожу уже съела фактически препарат, можем добавить немножко препарата в ту зону, которую обрабатываем, либо мы можем, например, взять кисточку и нанести тоник, допустим, для того, чтобы смочить поверхность, чтобы манипула лучше скользила, не залипала, и таким образом воздействовать в течение 10-15 минут. Если мы работаем с кожей, на которой есть сосудистые изменения, то есть купероз, то тогда мы частоту импульсов самого ультразвука выбираем импульсный режим. Если же, допустим, проблем сосудистых нет, и, в общем, или мы вводим, допустим, не на лице работаем, да, вводим, допустим, какой-то противоспалительный препарат в спину, паравертебрально, то постоянный режим используется. Как реализована эта функция, например, на аппарате ЛВИПРАКТ-11. Здесь достаточно удобно, но я вам сейчас попробую показать, если будет видно. Я просто сегодня решила немножечко, не только теорию, хотя бы что-то вам показать, хотя в рамках вебинара это довольно-таки сложновато демонстрировать. Значит, смотрите, у нас, сейчас я, наверное, сделаю водичку, нанесу. Видно, как водичка у нас вскипает. Это, кажется, эффект кавитации, это тоже вот говорит о том, что манипула работает, ультразвук у нас работает, да. Вот, вот так даже сделаем, побольше я просто мощность сделала, конечно, такой мощности мы не будем с лицом работать, но вот чтобы вам было видно. Так вот, если мы убираем вот этот потенциометр, который регулирует режим, импульсный это будет или постоянный, в левую сторону, то у нас ультразвуковая волна прыгает в импульсном режиме, да. А если мы направо, то все чаще, 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 и получается режим постоянный. то есть, вот эта частота в этом аппарате, это не частота ультразвука, а частота импульсов, то есть, налево импульсный режим, направо постоянный. Таким образом, с куперозной кожей, да, мы работаем в импульсном режиме, а с кожей без купероза можем работать в постоянном режиме. После того, как мы внедрили какой-то активный препарат, дальше мы можем либо снять остатки салфеткой влажной или сухой, или просто внедрить кожу, да, и кладем маску. Это стандартный протокол, после этапа активного ухода мы всегда должны завершить какой-нибудь маской, да, и в данном случае можно и альгинат положить, можно и коллагеновый лист, можно, любимую мной, тканевую маску из серии дешевое сердит, но очень эффективно. Многие, кто с гельтеком давно знакомы, ее активно используют в своей практике, когда берется гель, очень активный такой, можно сказать, тяжелая артиллерия нашего гельтека, это вот серия нео, для сухой и нормальной кожи нео, с кучей состава экстрактов, в том числе венотоников, арника, плющ, бузина, постельница, лекарственная, мальва, огурец, что-то входит, и самое основное, что-то входит, это липосомальный дегидрокверцетин, очень активный биофлавоноид. Мы наносим на кожу этот гель, после этого мы кладем на пациента вот такую масочку из спанлейса, которая тоже, так же, как пленочные маски, продаются у производителей одноразки в пачках, и очень дешево стоит тоже, там, около 300, там, 250 рублей пачка. И вот эту вот маску уже мы пропитываем еще более концентрированным раствором дегидрокверцетина, это лосьон концентрат нео, очень активный препарат в жидкой форме, вот, его, конечно, можно по назначению использовать, под альгинаты, там, еще что-то, то есть, использовать как, по факту, это разновидность, а вот, как ампулированные бывают, концентраты, да, но только мы упростили жизнь косметологам, выпустили его во флаконе, иначе бы в ампулах он вообще был бы неимоверно дорогой, вот, и после того, как мы нанесли гель, масочку, пропитываем маску вот этим вот лосьоном-концентратом и закрываем махровым полотенчиком на 15, максимум 20 минут, и после того, как мы эту маску смываем, точнее, снимаем, получается тот самый вау-эффект, как говорят многие, кто ее использует, в том числе я, когда у нас, перед нами предстает ровная, ровная, светленькая, без покраснений, успокоенная кожа, такая очень-очень ухоженная, с таким, можно сказать, дорогим лоском, эта маска, конечно, палочка-выручалочка, и очень она хорошо снижает себестоимость процедуры, не нужно дорогой какой-то коллагеновый лист или альгинат использовать, когда можно использовать два вот этих препарата, дешевую одноразовую маску, и будет такой же эффект. Кроме того, мы можем положить любую там в конце процедуры гелевую и кремовую маску, маску АК Удовольствия гелевую, например, которая тоже улучшает кровообращение, очень хорошо увлажняет кожу. И главное, не забыть пациенту сказать, чтобы дома продолжал использовать какие-то средства интенсивно увлажняющие, хотя бы крем, лучше сыворотка и крем, для того, чтобы препятствовать трансэпидермальной потере влаги, которая подвержена коже после любой такой вот фуретической процедуры. После того, как мы маску сняли, нам остается нанести финальный крем, финальный крем, это, ну, в 80% случаев для меня это увлажняющий крем наш гельтековский, который очень легкий, всем типам кожи он подходит, поры не забивает, очень хороший по составу, там масла ши, масла сладкого миндаля, очень мало, то есть масляная фаза очень небольшая, и, кроме того, пантенол, входит протеин и шелк, то есть очень приятный, как бы, и по аргонолептике, то есть, и содержит два современных куфы-фильтра, актокриленовый бензон, которые дают СПФ-10, да, поэтому можем, собственно, использовать как финал. Какие задачи достигаются ультразвуковой чисткой? Да, вначале я говорила, еще раз повторю, ультразвуковая чистка позволяет нам избавиться от гиперкератоза, то есть убрать верхний слой с поверхности эпидермиса вот этих роговых чешуек, то есть, никакие воспалительные элементы мы ультразвуком не убираем. Максимум, что может немножечко стать менее выраженным, это если забитые очень поры, да, то вот эти крышечки с комедонов, да, они тоже немножечко счищаются, да, вот этот верхний слой кожного сала загрязненного, и общий тон лица становится светлее, более равномерный, да, за счет этого, но не выдавливается ничего, то есть саму вот эту манипулу, когда мы держим, мы очень-очень легко ведем по коже, иначе мы заблокируем сами колебания вот эти вот. Поэтому здесь как раз процедура очень аккуратная, очень деликатная, и ковырять этой лопаткой, как иной раз я вижу на ютубе страшные ролики, вот, ничего не нужно, то это именно равномерно хорошо убрать гиперкератоз. Вот, так равномерно убирает, наверное, только ультразвуковый пилинг, потому что никакой скраб так равномерно, конечно, не уберет очень хорошо. Но, в принципе, если у нас нет ультразвукового скраббера, мы можем сделать легкий пилинг, то же самое энзимная пектиновая маска, и, в принципе, не сильно хуже результат получить. Что касается протокола для проблемной кожи, естественно, это будет чистка, это может быть атравматичная или комплексная чистка, если у нас нет большого количества высыпаний, можем себе позволить сделать комплексную чистку. Здесь у нас будет тоже все просто, сначала демакияж, потом холодное распаривание, гелезинкрустирующий на 15 минут под пленку, потом будет ультразвуковой пилинг, если, как говорится, необходимо, можно дополнить еще каким-то, легким химическим пилингом, например. И дальше уже, если делается комплексная чистка, то идет уже мануальная чистка, зонально мы чистим лицо, и в конце мы используем две маски, то есть, либо сначала глиняную, потом успокаивающую, как правило, но мой совет успокаивающую использовать всегда, потому что раньше по старинке иногда глиняной маской заканчивали, смывали, лицо еще до конца не успокоилось, сразу финал нанесли и отправили пациента. Сейчас, конечно, это не принято, принято, чтобы после процедуры даже такой немного травматичной пациент все-таки с нормальным лицом выходил, мог спокойно, как говорится, в свет выйти. Поэтому после того, как мы смыли глиняную маску, маску на основе каолина, мы обязательно делаем успокаивающую маску, и в данном случае, конечно, нет равных вот этой маске, про которую вам сейчас рассказала. Если нужно себе напомнить, как это делается, то, во-первых, посмотреть, как ее делать, можно в видео у нас, которое называется Full Hydratation процедура на выход, которая тоже у нас на канале есть, просто забить, даже гельтек процедура, и можно ее легко найти. И, кроме того, у нас есть методички, шаг за шагом к идеальной коже, которую мы сделали специально для косметологов, которые начинают работать на нашей марке, то есть там фотоиллюстрированные протоколы, то есть я делала фактически процедуры, фотограф щелкала эти все этапы, и мы такую скомбинировали книжку из нескольких процедур с разрешения пациентов выложить их лица на всеобщее обозрение. И поэтому можно эту книжечку скачать в формате PDF с нашего сайта в разделе обучения, либо, если вы вдруг оказываетесь у нас на семинарах или на Интершарме будете вот сейчас с 23 по 26 октября, то можно будет ее взять бесплатно просто на нашем стенде 15G06, если я не ошибаюсь, приходите. Сколько по времени длится эта процедура? Вы имеете в виду чистка? Чистка длится на самом деле если комплексная полная часа полтора. Потому что и подготовить надо хорошо, и почистить успеть, и потом две маски каждая минут по 15, это конечно больше часа. А процедура предыдущая, протокол допустим коррекции обезвожности возрастных изменений введения гиалуроновой кислоты можно уложиться где-то в час тоже. Сначала умыли, потом холодное распаривание или массаж по энзимной маске 15 минут, потом 10-15 минут само воздействие например ультразвуком фона ФРС и потом 20 минут совершающая маска нанесения финального средства. Чистку после того, как вы уже сняли успокаивающую маску лучше завершать процедуру дарсонализации. Вот это как раз одна из немногих процедур, которые в косметологии делаются из физиопроцедур по сухой коже. Ее как раз нужно делать по сухой коже. Если кожа будет влажная, наоборот, можно получить ожог или токон дернуть. Поэтому дарсонваль это как раз очень хорошая вещь для завершения чистки. Делается он либо просто по сухой коже, можно даже для прослойки между манипулой, если мы контактно собираемся все обрабатывать, положить марлевую масочку. Они такие же наподобие, как маски из панлейса, только из марли, тоненькие совсем. И можно нанести антисептическую пудру и по ней подарсонвалить. А если мы удаляли какие-то пустулезные элементы, то мы прижигаем, можно сказать, пристреливаем их дистантным методом, то есть не касаясь кожи, чтобы проскочила искра между самим воспалительным элементом и электродом дарсонваля. и таким образом мы дезинфицируем эту удаленную пустулу, например. Это что касается использования для проблемной кожи, какой процедуры. Здесь у меня еще такой пример. Есть процедуры с гельем тонизирующим, как вариант. В принципе, мы подбираем гель для фонофореза по показаниям. То есть если жирная кожа, можем взять гель для жирной кожи с эборегуляторами. Если кожа требует антиоксидантов или собирается человек в отпуск или вернулся из отпуска, солнце на него будет воздействовать или уже повоздействовали, значит очень хорошо антивозрастной гель Нео работает с экстрактом планктона, зеленого чая, с витамином С. Если кожа чувствительная, можно вводить или гель увлажняющий плюс, или гель для зрелой кожи формулы 1 из серии антиэйдж, тоже с генрозатом коллагена, с эластином, с витамином С, с соком алоэ вера. Можно, низкомолекулярный гель концентрат, это золотой стандарт для коррекции возрастных изменений, для коррекции обезвоженности. Можно вводить тонизирующий гель и гель пектиновый, если кожа имеет, например, элементы постакне или пигментацию имеет, очень хорошо пектиновый гель работает, тонизирующий тоже хорошо работает, если кожа тусклая, если нужны витамины, если нужен лимфодренаж, склонность к отекам у пациента, тонизирующий гель можем вводить. Гель для сухой и нормальной кожи но нео мы тоже можем не только как маску использовать, это тоже такая нетрадиционная, можно сказать, использована традиционная, и, конечно, можно вводить фонофорезом или любым другим физическим фактором. Очень богатый состав и венотоники, стимулирующие всякие экстракты, и липосомальный дегидрокверцитин, то есть это все как раз для кожи очень полезно. Для тоничной тусклой кожи, конечно, в конце процедуры однозначно очень хорошо делать маску, ту, про которую я рассказывала. Еще, в принципе, когда антивозрастные процедуры вы делаете, вы можете класть классическую альгинатную маску, все вы ими пользуетесь, на наши сыворотки. Сыворотки можно класть как послойно, так и зонально. Например, мы хотим снять гипертонус мышц, например, лба, на переносице процерус мышцы, круговая мышца глаза, мы наносим сюда и внедряем хорошо сыворотку мерилакс, пептидом мерилаксантом. На все лицо мы, например, наносим сыворотку интенсив омоложения, или если нужен лифтинг более выраженно, наносим сыворотку актив лифтинг с кофеином, с полуланом, который подтягивает лицо. Ее, кстати, еще очень хорошо после микротоковой терапии делают для закрепления эффекта, и тоже под альгинат. И после этого, естественно, мы фиксируем все альгинатной маской, и вот так можно завершить какую-то процедуру антивозрастную. То есть сыворотки под альгинат, то есть на те зоны, какие нужно, мы наносим. Локально, например, как мерилакс, ее нет смысла наносить, например, на щеки. Нужно наносить туда, где мимические морщины есть. Например, сыворотку интенсив омоложения, или сыворотку 3D увлажнения, если кожа еще и чувствительная, помимо того, что обезвоженная, мы наносим уже на все лицо, шею, декольте желательно. Вот. Это что касается протоколов. Что касается домашнего ухода. Домашний уход мы, естественно, подбираем пациенту для того, чтобы пролонгировать эффект процедуры кабинетной, и чтобы он был доволен своим видом, как говорится, еще долго. Обязательно объясняем ему, что нужно очищать кожу мягкими средствами, никаких там клеросилов всяких и подобных. Ну, это я уже как притчу в языцах, наверное, привожу примерно, что, как говорится, не хочу сказать такого, но, конечно, средства, которые содержат в составе своим лоретсульфат, лорелсульфат, другие агрессивные дешевые пенообразователи, они, конечно, не должны применяться для ежедневного, рутинного ухода за кожей, для умывания утром и вечером. Можно, конечно, средства, которые даже содержат кислоты умывающие, салицилок, можно использовать эпизодически. То есть, когда есть для этого показания. Но для регулярного ухода павы должны быть мягкие, неэногенные в составе. То есть, кока-глюкозит, каминопропилбетаин, полигрицелил-4К-аппарат, там, ТЛККЛ-глутамат, то есть те павы, которые используются в мягких очищающих средствах. И для этого, конечно, лучший вариант – это либо очищающий гель, или очищающий мусс с алоэ вера. Умылись, тоником обязательно протерлись. Ну, тоников у нас масса в всяких вариантах, я о них уже говорила. И еще один такой мой, наверное, лайфхак, да, лично от меня и людей моего поколения, кто знаком с гельтеком, это лосьон концентрат Нео, 10% липосомальный дегидрокверцетин, использовать в качестве тоника, потому что он жидкий, то есть, в принципе, и ничего не мешает нам нанести его на ватные диски, протереть кожу. И, естественно, в наличии такой богатый состав компонентов и экстракты те же самые, что в геле для сухой нормальной кожи Нео, Арника, плюс бузина, постельница лекарственная и так далее, мальва, огурец, плюс там 10% липосомального дегидрокверцетин, это очень высокая концентрация биофлавоноида, которая обладает и антиаллергическим действием, и стимулирует обновление клеток кожи, да, и на сосуды влияет, и на реактивность кожи влияет, то есть, очень такой, как антивозрастной компонент, и регенерация способствует. В медицине применяется дегидрокверцетин, например, в виде гидрогелевых покрытий, которые на свежие раны, да, или на ожоги кладут. То есть, и вот эту штучку мы имеем в виде флакончика с лосьонным концентратом Нео, и прекрасно можем уже кому-то там за 30-40 прекрасно использовать в качестве тоника. Это, конечно, будет такой не самый дешевый тоник, но очень-очень эффективный. Соответственно, после очищения и тонизации мы, как правило, наносим какой-то интенсивный уход, если в нем есть необходимость, да, если нет необходимости, пациент молот и здоровой кожи без проблем, можем просто нанести гель увлажняющий плюс с киалуронкой, алоэ и фукогелем, поддерживающим микробиом, и идти спокойно, как говорится, по своим делам, да, если есть необходимость в солнцезащите, значит, наносим увлажняющий крем или крем-мультипротектор с SPF 50+, если это активность солнца, да, индекс инсоляции выше там 6, например, и вот такой дневной получается уход, да, то есть сначала интенсивный препарат, то есть сыворотки по показаниям, а дальше крем, если он нужен, да, или какое-то декоративное средство. Если мы вечером пришли, да, и у нас, например, декоративная косметика на лице, то, конечно, ее нужно тщательно смыть или умыться два раза тщающим гелем или муссом, или если там какая-то стойкая тональная средство, основа там что-то такое, прям многослойный какой-то пирог, то лучше использовать что-то жиросодержащее для двухэтапного умывания, то есть сначала мы умываемся гидрофильным маслом или молочком, а потом смываем остатки, вот, оставшись от этого гидрофильного масла или молочка, как правило, они оставляют пленку на коже все равно, смываем пенкой, вот для этого как раз идеально подходит новый наш мусс с алоэ вера, вот вообще шикарно получается. После этого опять-таки наносится активный уход, то есть сыворотки, например, интенсив омоложение, или там миорелакс в сочетании с актив лифтингом, и дальше мы наносим ночное средство, да, если это кожа жирная или комбинированная, в креме вечером особого такого резона нет, а если кожа склонна к сухости, то тогда мы можем использовать крем питательный массажный спа-апельсин, несмотря на слово массажный в его названии, спа-апельсин на самом деле очень приятный, крем, который больше питательный крем, ночной крем, да, крем, который защищает от перепадов температур, да, но массаж по нему, естественно, косметически делать можно, и для массажистов, кто делает массаж по крему, у нас предусмотрен объем пол-литровый такой, вот, но в первую очередь, конечно, хороший питательный крем, потому что в отличие от большинства кремов, которые предназначены чисто под массаж, в нашем питательном креме спа-апельсин нет ни силиконов, ни парафиновых производных, никаких вот веществ, которые, ну, позволяют ему долго-долго кататься, не впитываться, да, и тем самым становиться массажным средством полноценным, да, питательный крем, он, конечно, больше крем уходовый, питательный, ночной, но во вторую очередь, если его взять, допустим, столовую ложку, то его вполне хватит на прекрасный совершенно 20-30-минутный массаж лица, шеи и декольте, то есть расход будет чуть побольше. Поэтому на ночь для сухой кожи мы используем спа-апельсин, для жирной, например, или комбинированной, можем ограничиться сывороткой или нанести увлажняющий гель плюс, например, который очень хорошо поддерживает микрофлору. И один-два раза в неделю нам нужен интенсивный уход, который позволит нам отшелушить, допустим, лишние роговые чешуйки. Берем энзимную маску или под пленку, или самомассаж делаем, учим пациента, как это делать. И дальше, после того, как мы смыли энзимную маску, смывать ее очень приятно вот такими вот, ну, салфеточками, которыми мы делаем до макияжа, потому что от трения еще дополнительно создается такой пилингующий эффект. В принципе, у меня по каждому препарату на нашем сайте есть видеообзоры, и я там вот подробно про каждый, когда вы кликаете на какой-то препарат, можно увидеть видеообзоры, я рассказываю там, как им лучше всего пользоваться. Какие-то фишки, лайфхаки тоже рассказываю. Поэтому можно, в принципе, себе в памяти восстановить что-то. Ну, сам факт, что после того, как вы маску энзимную использовали, вы можете нанести любую другую маску. Ну, и в данном случае идеальный такой вариант – это маска Акваудовольствия. Акваудовольствия – это гелевая маска очень густой текстуры. Она имитирует на лице, когда лежит толстым слоем, ее нужно носить толстым слоем, ну, где-то миллиметр толщиной, как гидрогелевая маска, да, только она во флаконе. Поэтому ее очень легко нанести, положительно оставить на 20 минут, и потом можно вот такой же влажной салфеточкой остатки снять и нанести свой привычный вечерний уход, крем и так далее. Ну, и, соответственно, у нас существуют еще препараты такого узконаправленного действия, например, для лечения Акнеза, иурокостопа Акнеза за лаиновой кислотой, для поврежденной кожи гелетенсифрегенерации. Ну, это все дополняется, как говорится, добавляется в уход, если в этом есть необходимость. И еще несколько слов я хотела сказать, так как ультразвук у нас применяется не только для лица, но и для тела. Это об ультразвуке в процедуру ультразвуковой кавитации. То есть там, естественно, как мы с вами обсуждали, низкая частота, глубокое проникновение. Для кавитации используется действительно низкая частота, немножечко отличается от частоты ультразвукового скрабера, то есть там, как правило, 36 или 40 кГц. Вот манипула выглядит очень похоже с манипулой для фонофореза, но она крупнее значительно. Но сам факт, что мы ее ставим перпендикулярно той области, где хотим разрушить, например, жировые клетки. И самое главное, не направлять этот ультразвук, в данном случае так он глубоко проникает, на костные выступы, на суставы, на внутренние органы, например, в области малого таза у женщин. Поэтому берется складка кожи, представим себе, что это тело. Мы взяли складку кожи и параллельно туловищу мы направляем ультразвук для того, чтобы разрушить жировые клетки. Это такой самый основной нюанс, который многие забывают и, к сожалению, получают некоторые осложнения. Для коррекции фигуры нам нужно что? Снизить избыточный вес. Это, конечно, все в основном при помощи диет. Вопрос закономерный. Как делать кавитацию на второй подбородок? На самом деле большинство аппаратов, они на самом деле не предназначены на работу со вторым подбородком, потому что здесь практически невозможно направить ультразвук так, чтобы не попасть туда, куда не надо попасть. И очень часто бывают осложнения вот таких воздействий, особенно когда бездумно просто водят этой манипулой, может нарушиться слух, можно повоздействовать нечаянно на внутреннее ухо, могут быть проблемы с височно-нижечелюстным суставом, могут быть проблемы с зубами, выпадение имплантов и так далее. Поэтому я бы, честно говоря, не советовала вообще использовать кавитацию в области лица. Все-таки область воздействия для ультразвуковой пассакции или кавитации это живот, бедра, область рицепсов, но не более того, бока, например. И для ликвидации стойких жировых отложений, то есть жировых ловушек, как раз используется заковая липосакция. То есть человек уже похудел, но жировые ловушки остались. Бывает это в области галифе, например, у женщин, или где-то на бакусе. Да, вот в области трицепсов, подмышечная впадина, вопрос. Да, вот здесь как раз используется. Здесь можно взять складку, можно направить ультразвук правильно, не направлять в область сустава, в область региональных лимфоузлов, и тогда все будет нормально. Здесь можно, единственное, не направлять непосредственно в подмышечную впадину, а работать вот там, где обычно висит вот эта жировая ловушка. Кроме того, в коррекции фигуры очень важен рельеф, очень важен мышечный корсет и кровоснабжение мышц, поэтому, как говорится, без спорта хороший рельеф фигуры не выстроишь, к сожалению. Очень важно какие-то процедуры делать, которые будут снимать отечность. Здесь как раз в помощь различной дренажной техники от массажа до LPG. Но о состоянии кожи тоже забывать нельзя. И вот здесь нам как раз в помощь антицеллюлитные всякие средства, которые работают, улучшая микроциркуляцию в дерме, тем самым улучшая микроциркуляцию, стимулировая липолис в гиподерме, и улучшая состояние кожи, самого эпидермиса. То бишь, таким образом мы уменьшаем выраженность так называемой апельсиновой корки. Но долго я не буду, уже времени у нас мало, конечно, уже лимит немножечко превысили даже отведенный. Не буду долго, кажется, рассказывать про ожирение, но мы понимаем, что когда уже это совсем уж ожирение, метаболический синдром, то там, конечно, различные соматические и другие патологии присоединяются, а не только эстетически как-то это плохо выглядит. Естественно, нагрузка идет при лишнем весе очень большом и на суставы, и клетки печени меняют свою структуру, возникает жировой гепатоз и сосудистые проблемы, возникают инсульты, инфаркты, гипертонические кризы и так далее и тому подобное. И поэтому, если мы, как говорится, будем работать именно с целлюлитом, то есть ожирение мы вообще никакими аппаратными методиками убрать не можем. Нужно скорректировать сначала вес аппаратной методики, это как раз коррекция локальных каких-то вот этих вот жировых ловушек, и уже можно, например, при помощи министимуляции работать с мышцами, если не хватает физической нагрузки. Сам целлюлит – это дистрофия жировых клеток, то есть когда замещается с этнительной тканью, между ними такие плотные, если ткани прослойки образуются, тот самый эффект апельсиновой корки или самого целлюлита, когда мы берем вот эту ткань, и там вот такие вот рытвины появляются. Это как раз с этнительной тканой вот эти прослойки между клетками. При этом нарушается микроциркуляция, при этом нарушается ток лимфы, отечность, то есть отек еще добавляет, получается как бы замкнутый круг, то есть отекшая ткань, она дополнительно сдавливает сосуды, дополнительно сдавливает лимфатические сосуды, и вот это все по кругу, как говорится, происходит. Возникает воспаление, то есть при третьей-четвертой стадии целлюлита реально дотрагиваться до пораженной области больно, и вот эта с этнительной ткани разоставится. Я могу сразу сказать, что процедура ультразвуковой кавитации разрешена только при первой-второй стадии целлюлита, равно как и использование тех же самых инъекционных липолитиков, потому что когда уже фиброзный целлюлит, то там нельзя ни процедуру липосакции делать, ни колоть липолитики. И бороться мы можем путем снятия отека, улучшения микроциркуляции, стимулировать липолиз, утилизацию жиров, при этом у нас должна быть в порядке печень, чтобы они нормально утилизировались, не перегружая ее, работать с мышцами и корректировать кожный лоскут. Теперь вот по поводу вопросов про именно саму кавитацию. Частота, я уже сказала, там используется низкая частота, 36-40 кГц, и время, как правило, не более 90 минут, включая до то, что мы делаем, лимфодренаж, как правило, и включая то, что делаем мы после, это может быть вакуумный, вакуумно-роликовый массаж, или пресс-терапию, то есть мы обязательно дренируем, то есть мы до начинаем, как правило, с ручного лимфодренажа оптимально, и заканчиваем мы всегда какой-то лимфодренажной процедурой, чтобы помочь вот этому разрушенному жиру из-за гипоцитов быстрее вывестись. За сеанс не более 6 зон, мы можем обработать зоны, это растопыренная ладонь, порядка 200 квадратных сантиметров, то есть, в принципе, за один сеанс мы не так много можем обработать, не нужно стараться обработать и живот, и попу, и бедра, и все что угодно, потому что мы опять-таки перегрузим печень, в первую очередь, вот этими вот жировыми включениями, то есть жиром эмулированным, который пойдет выводиться через печень, нам его вывести надо скалом через печень. Соответственно, пациент должен придерживаться низкокалорийной диеты, должен не иметь проблем с печенью и наладить питьевой режим хотя бы за несколько дней до процедуры и продолжать дальше. Курс не более 6 процедур с интервалом 10-14 дней. Когда вам предлагают сделать липосаксу жировую раз в неделю, лучше так не делать, потому что организм должен успеть, как говорится, вывести то, что мы разрушили, он должен успеть адаптироваться и, соответственно, кожа тоже должна адаптироваться. Но в первую очередь, чтобы не перегружать печень, процедуру желательно делать хотя бы раз в 10 дней, раз в 2 недели, не чаще. И что из себя представляет протокол липосакции? Вот вопрос я вижу, правильно как настроить частоту, зависит от толщины складки. Как правило, частота не настраивается, настраивается мощность ультразвука. Во всех аппаратах это реализовано по-разному, но, как правило, не больше 1,2 Вт на квадратный сантиметр, если этот параметр у вас в цифровом виде. Либо у вас в инструкции должно быть написано, как нужно выставить потенциометр, в зависимости от того, какие зоны вы обрабатываете. Все аппараты разные, так, конечно, невозможно угадать, какой аппарат вам попадется. Частота будет всегда одна и та же, она будет или 36, или 40 кГц, и это прописано в технических характеристиках аппарата. Главное, эту складку собирать, направлять ультразвук не на суставы или внутренние органы, а параллельно туловищу, то есть именно чтобы в жир она попала. Сама ультразвуковая волна, чтобы попадала через эту складку в гиподерму, в жир новую ткань. Что из себя представляет протокол? Это поверхностное очищение. Поверхностное очищение кожи и скрабирование желательно, чтобы лучше, как говорится, у нас кожа была обработана. Для этого можно использовать скраб нашей энергии обновления. Очень хороший скраб. Очень много абразива в нем. Многие скрабы грешат тем, что там мало частичек, или они, допустим, не равномерно отшлифованы. А здесь, конечно, очень приятный сам скраб. Очень-очень много этих частиц. Он очень равномерно шлифует. Более того, несмотря на то, что он для тела, вроде как и серии Боди, он настолько хорошо отшлифован, что для жирной кожи, например, мы очень часто используем, ну, сами косметологи уже кто с этим работает, даже на лице. Вот я, например, себе иногда скрабную энергию обновления, скрабирую лицо. Я, конечно, очень редко работаю скрабом на лице, да, вообще не приветствую скрабы, как метод удаления роговых чешуек на лице именно, да. Но когда плотная кожа и выражен гиперкератоз, в общем-то, иногда это даже нужно. Вот. А у вас настраиваться, да, то есть как бы, ну, смотрите, да, чем ниже частота, то будет глубже проникновение. Мне сложно сказать, почему, если у вас регулируется частота, и вы ставите другую частоту, почему пощипывание, возможно, у вас что-то не в порядке с самим аппаратом, да, и он пробивает там на массу или что-то такое, потому что самого, ну, как бы, ультразвук, он не дает ощущений, как он может единственное, ну, легкое тепло чувствоваться, да, но в постоянном режиме. Но пощипывание, покалывание, это значит, где-то ток может проходить. То есть мне кажется, что какую бы вы частоту не выставили, там не должно быть вот таких вот ощущений, потому что ультразвук их не дает. Где-то каратит, короче. Вот так мне кажется. Вот. Надо проверить сам аппарат. Вот. Ну, вот здесь как бы дело в аппарате. Мне как бы, вот в параметрах, отвечая вот на ваш вопрос, ощущений никаких не должно быть. То есть, просто если складка толще, да, можно поставить, если регулируется частота ниже частоту, если складка менее объемная, да, то можно поставить частоту выше. Больше вряд ли что-то я вам отвечу, но вот таких ощущений неприятных быть не должно, потому что ультразвук не вызывает болезненных ощущений. Вот. Лучше серость отнести от греха подальше и проверить его, может там где-то пробивает действительно манипула. Что касается обработки кожи, да, обработали, отскрабировали, кстати, энергия обновления скраб не содержит каких-то компонентов, которые требуют обязательного смывания, поэтому можно использовать в кабинете, где нет душевой кабины, и спокойно после того, как вы обработали, стряхнуть абразив, и на коже останется антицеллюлитный, его состав, да, там или карнитин, там антицеллюлитный комплекс, то есть он такой тоже сам по себе, достаточно богатый по составу. После этого можно разметить каким-то образом зону обработок, после того, как мы очистили кожу от очищающих средств, да, можно какой-то карандашик использовать косметический, ну, или тот, который мы размечаем при контурной пластике, да, или белый, или любой, там, не знаю, ненужный светлый карандашик для губ, ну, чтобы легко можно было потом смыть, и разметить зоны, да, не более шести зон за один раз мы можем обработать равным растопыренной ладошке, это будет безопасно для печени, и вообще для нагрузки на организм пациента. После этого наносится гель, ну, антицеллюлитный, предпочитаем для ультразвуковых процедур массажа серии БОДИ, и при этом мы выполняем саму процедуру, соответственно, как я уже объясняла, да, направляя манипулы под 90 градусов, к той области, которую хотим обработать, и не направляя на внутренние органы, суставы и костные выступы. После того, как мы обработали эти зоны, выполняем обязательно лимфодренаж, да, то есть я предпочитаю, честно говоря, рекомендовать начинать с ручного лимфодренажа, все-таки продренировать немножко, например, конечности, если мы работаем, да, с ними, а потом уже сделать саму кавитацию, и после этого сделать уже полноценный лимфодренаж, либо в аппарат пресс-терапии, сейчас, одну секундочку, там кто-то хотел, видимо, промокодом воспользоваться, ребята спрашивают, что за промокод. Значит, смотрите, сделали пресс-терапию или вакуумно-роликовый массаж, который призван лимфодренаж осуществить, и после этого уже мы можем, например, сделать обертывание или совместить пресс-терапию с обертыванием, то есть одноразовые вот эти штаны полиэтиленовые под него, соответственно, антицеллюлитное средство, то, по которому мы делали массаж и по которому мы делали саму процедуру, мы, естественно, смываем, да, не оставляем на коже, а уже можем нанести просто для ухода еще какое-то определенное количество. То есть, получается, подготовили кожу, отскрабировали, сделали саму липосакцию по антицеллюлитному гелю, либо вообще по обычному контактному гелю, да, после этого продренировали хорошо, и после этого делаем, если дренаж у нас совмещен с пресс-терапией, то есть он является пресс-терапией, то можем обертывание сразу одновременно провести, либо можем потом положить еще пациента, обернуть, да, антицеллюлитный гель под пленку и под тепленькое одеяло на, там, 20-30 минут. Курс процедур, процедур, вот здесь у меня тут ошибка, кстати, 7-10 дней, это, видимо, скопировала откуда-то из старого семинара. 14 дней, 10-14 дней курс процедур, пациент должен хорошо пить воду, да, то есть должен пить не менее, там, полутора-двух литров воды в день, у него не должно быть проблем с печенью, как я уже говорила, и хорошо ему бы придерживаться низкокалорийной диеты, чтобы, опять-таки, не перегружать печень и не есть за полтора-два часа до процедуры, но зато попить до процедуры, вот, и после нее. Что касается домашнего ухода, соответственно, мы можем использовать тоже препараты серии Боди, да, можем мыть кожу, тело любым препаратом, гелем для душа, да, можем раз в неделю или чаще, если нужно, да, использовать скраб и энергиообновление, вот кожу тела можно скрабировать достаточно часто, то есть это не лицо, когда там различные отшелушивающие процедуры производятся не чаще двух раз в неделю, то есть, например, энзимную маску более двух раз в неделю использовать не стоит. А кожу тела как раз можно скрабировать и раз в три, и в четыре дня, это как раз хорошо, когда, допустим, вырастают волосы после эпиляции, как раз это будет профилактикой являться. И после того, как кожа очищена, наносить тонким уже слоем, просто как уходовый препарат, антицеллюлитный гель для ультразвуковых процедур и массажа. У нас еще есть гель, конечно, для электропроцедур, но гель для ультразвуковых процедур и массажа, он оптимален, именно как уходовый препарат, он не содержит дополнительных солей для улучшения электропроводности геля, и он содержит полноценный антицеллюлитный комплекс. А если, допустим, у пациента склонность к отекам, то хорош гель с солью рапан, который называется лкарапан. Он, кстати, очень дешевый по цене, его используют физиотерапевты для всяких процедур своих, но с ним тоже можно делать обертывание. Более того, он очень хорошо выводит воду, можно обернуться, одеть теплые или просто плотные штаны специальные и пойти на беговую дорожку побегать или со степа аэробику поделать. То есть это как раз очень хороший вариант, когда идет программа коррекции фигуры полноценной. Не просто убираем жировые ловушки, а человек пытается похудеть, сформировать рельеф и так далее и тому подобное. Еще один такой небольшой лайфхак, когда у человека есть проблемы сосудистые на конечностях, то есть варикоз, то как хороший вазопротекторный препарат работает наш антикуперозный гель и на ногах. Поэтому можно брать большой объем антикуперозного геля. Кстати, на коже тела она не такая реактивная и сосуды не так близко находятся, поэтому нет каких-то побочек от ниоцина в составе, никаких покраснений, как правило, не возникает. Зато очень хорошо идет работа с поверхностным варикозом. Светлеют вот эти сосудики расширенные, но опять-таки на которые можно еще подействовать. И осуществляется профилактика возникновения новых сосудистых звездочек. Вот это, наверное, все, что я хотела сказать про эти процедуры. И в заключение про противопоказания. Мы, естественно, сто раз уже повторяли их. В любом вебинаре про аппаратные методики я о них говорю. В первую очередь, к любой аппаратной методике противопоказания – это онкология и беременность. Какие-то тяжелые хронические заболевания, системные заболевания сытной ткани, то есть какие-то патологии эндокринной системы, сердечно-сосудистая, гипертоническая болезнь и так далее. Сахарный диабет декомпенсированный, особенно инсулинозависимый. Острые состояния, то есть это инфекции, например. И какие-то ОРВИ, даже грипп в острой стадии не предполагает использование аппаратных методик. И если у пациента кардиостимулятор, это, естественно, 100%, мы никакие аппаратные методики не используем. И вот эти вот, как говорится, все методики, которые контактное воздействие предполагают, с кожей контактируют плотно, они, естественно, не делаются, если кожа имеет нарушенную поверхность. То есть какие-то микротравмы, травмы, порезы, ссадины, распространенные акне, псориаз экзема, множественные родинки, невусы, непонятно, как они себя поведут. Естественно, мы аппаратные методики, предполагающие контактное воздействие, с такой кожей производить не будем. Что касается невусов и родинок, то мы и бесконтактные методики тоже, естественно, делать не будем. Это как раз по поводу контактных. Это относится как раз к методикам, которые воздействуют непосредственно на кожу, через контактный гель или так просто. Их не делают по той причине, что стимулирующее воздействие на родинки может произойти, неизвестно, куда она там, в какую сторону двинется. Если это невус какой-то, они бывают, что малигнизируются и превращаются в какое-то злокачественное образование. Редко оно бывает, поэтому никакие стимулирующие методики. Естественно, если человек весь обсыпан невусами, мы производить не будем. Вот это вот что про противопоказания. Если какие-то еще вопросы остались, то задавайте. Так, в принципе, я все, что хотела рассказать.